В Англии общественное мнение не любит перемен. Понятие коммунизм и социализм поливается довольно сильно. Для непонимающего населения часто несет достаточно негативный характер. И получается такой круг, что самые бедные люди голосуют за консерваторов. Сегодня беседуем с Антонидой Кочаровой, представителем Либарийской партии Великобритании. Здравствуйте, Антонида. Несколько вопросов, коль вы попали к нам в студию. Хотелось бы задать именно о той ситуации, которая сегодня в Великобритании сложилась. Прежде всего, наверное, о положении трудящихся, рабочего класса в этой стране сейчас. И о том Брэкзите, который случился и сейчас в процессе находится. Кому это выгодно, как это могло произойти. Вот несколько слов об этом, пожалуйста. Ну, Брэкзит, это у нас самая большая тема сейчас происходит. Очень просто он создался. Никакого особенного плана ни у кого не было. Просто в политике в Великобритании очень много сейчас карьеристов. В том числе, играют большую роль журналисты, точнее, большие газеты и их владельцы. Интерес к Брэкзиту появился от партии независимости Великобритании, которую возглавлял такой дяденька по имени Найджел Фараж. Самый он достаточно обаятельный, но ведет политику достаточно отвратительную. Против эмигрантов, напротив любой какой-то работы Великобритании с миром вокруг нее. Их вся партия, смысл был в выход из Европейского Союза. Основано это было на всяких врагах. То есть вместо фактов выдается статистика. Она печатается в газетах, ее говорят на телевизоре. Никто ее не проверяет. Оказывается, что ничего там правдивого нет. На основании которых получается, что люди начинают верить, что Великобритания посылает какие-то огромные количества денег и посылает больше, чем от этого получает, что в Европе какой-то бюрократизм больший, в котором никак люди Великобритании роли не могут играть. Хотя на самом деле Великобритания всегда играла достаточно большую роль. Была одна из более сильных стран Европейского Союза. Ну хорошо, давайте тогда так. Кто и что выиграет от выхода Великобритании из Евросоюза? А никто ничего не выиграет. Все проиграют. Кто это затеял и для чего? Очень просто. Эта партия это затеяла из желания выиграть. Какая партия? Партия независимости. Чья она интересы представляет? Она представляет интересы победы в политике вот этой партии. Она представляет интересы произвести какую-то популистическую революцию, так скажем, или контрреволюцию, подобно тому, что в Америке произошло с выбором Трампа. Но немножко настроена в другой случай. Это достаточно правая партия Великобритании. И главный смысл всего их бытия был выход из Европейского Союза. Эта партия начала получать достаточно много популярности у людей обычных, менее образованных, которые видели в лидере партии человека, которому можно было верить. Консерваторская партия, которая уже последние 7 лет, если не больше, ведет правительство Великобритании, согласилась ввести этот референдум, не думая, что он когда-либо будет побежден выходом из Европейского Союза. Но так оказалось, что действительно люди проголосовали, потому что, чем себе представляла партия консерваторов и либористов, дошла до той стадии, что они все главным образом одинаковые. Для обычного человека, англичанина, не было разницы, за кого голосовать. Они проголосовали за кандидата, который был, отличался. Они проголосовали через Брексит против установленного правительства, установленного класса, так скажем, людей, политиков и карьеристов. На этот процесс какое-то влияние американские круги оказывали или нет? Ну, я думаю, что на этот процесс он натуральным образом имел влияние Америки только в том смысле, что как там шла борьба Трампа против Обамы и Трампа против Клинтона. А в том смысле, если у них интерес, что в их интересах, выход Великобритании или нет, или вообще все равно, что происходит с Евросоюзом? Честно говоря, я знаю плохо, но я бы сказала, что, конечно, в интересе Америки, если Европейский Союз после этого выхода Великобритании из него намного будет ослаблен. Этот процесс обратимый сейчас еще на этой стадии или нет? Можно притормозить этот Брексит? Все можно. Можно, например, второй референдум иметь. Ведь референдум, он юридического... Юридическое основание было какое? Это был вопрос населению. Он не имеет за собой юридической обязательности. Что труднее, это то, что 50-ю статью европейских договоров, процесс уже начался с точки зрения самого Союза. Но поскольку этот процесс никогда еще никто не проходил, и в конце концов то, как Европейские Союзы, страны в нем между собой общаются, это все-таки политический процесс, а не юридический. Это означает, что несмотря на то, что процесс начался, всегда можно договориться с этими странами, что лучше мы, может быть, его остановим. Или, наоборот, можно дойти до договора, где Великобритания в Европейском Союзе не состоит юридически, но договор между ними практически ничем не изменен. Можно, например, второй референдум провести в Великобритании. Вот теперь у нас есть какой-то договор. Мы до сих пор хотим выходить или нет? Когда в 2009 году договоры Европейского Союза вносились туда изменения, в некоторых странах такие референдумы проводились. Если результат не нравился, проводились еще раз. И в конце концов все изменения были введены так, как надо. То есть, поскольку этот референдум был политическим, а не юридическим, в принципе, его можно изменить. Но сейчас очень трудно понять, как. В любом случае, с экономической стороны Великобритания от этого будет хуже. С политической стороны была Англия как большой игрок в Европейском Союзе, а теперь осталась одна Великобритания. Сама она сделать намного меньше может в мире, чем в Европейском Союзе. Но все равно, то есть, еще ничего не решено. И говорить о последствиях пока рано. Очень рано, и главное, что никто не знает, что будет после этого. Потому что такого никогда раньше не приходило, и ни в Конституции, ни в законе ничего не прописано о том, как это должно проходить. Ясно. Давайте теперь несколько слов о состоянии левого коммунистического движения. Какие есть партии Великобритании, так или иначе, коммунистические, околокоммунистические, социалистические, рабочие партии? Представлены ли они в парламенте? Насколько они маленькие, большие? В Великобритании, главным образом, есть 3-4 партии, леволежащие. Этим я имею в виду, что леволежащие от либеральных демократов, которые сидят где-то посрединке политического спектрума, но левее консерваторов. Главная партия, которая представляет интересы рабочего класса в Великобритании, это либористская партия. Несмотря на то, что они довольно центрально основаны, но с левой стороны политического спектрума. Это вторая самая большая партия. В каком-то смысле, это самая большая партия в Великобритании. У нас больше полумиллионов членов партии. Что дает ей силу, которая может поравняться с консерваторами? Где у консерваторов сила в количестве денег и в богатстве их членов. Членов достаточно мало, но там есть и миллионеры, и миллиардеры, которые поддерживают волейбористов. Есть количество людей, все помогают и материально, и многие могут дать свое время и какие-то другие умения для того, чтобы ее продвигать. Вот эта партия сейчас имеет где-то 250, может быть, чуть больше, может быть, чуть больше мест в парламенте. Это из 600. Вторая самая большая партия в парламенте. А первая это вот консервативная? А первые консерваторы, которые в последних выборах, до выборов, у них было большинство. А после выборов, которые они обещали, что они не будут созывать, у них стало меньшинство. Значит, лебористская партия главным образом отобрала вот те голоса, которые были у консерваторов, забрала лебористская партия. Значит, левее лебористской партии Великобритании существует партия, социалистическая партия рабочих и коммунистическая партия. Еще существует зеленая партия Великобритании, которая, кроме всего прочего, у нее достаточно левая политика и программа с точки зрения экономики. А сила есть какая-то у них? Насколько они маленькие, большие? Представлены ли они в парламенте? У зеленой партии один депутат в парламенте, у других двух партий депутатов нет. И это исходит из того, что система голосования такая, что в каждом районе, вот кто набрал самое большое количество голосов, тот идет в парламент. Поэтому, несмотря на то, что у зеленой партии, например, достаточно много, несколько миллионов голосов, у них всего один депутат. Пропорционально получается, что для консерваторов, например, чтобы набрать места в парламенте, нужно иметь меньше голосов. А кто еще вообще представлен в парламенте? Какие еще есть партии? Следующая партия, ну вот это две самые большие партии, консерваторы и либералисты, еще есть партия либеральные демократы. Она после того, как она в 2010-2015 годах, они работали вместе с консерваторами, естественно, с консерваторами их оставили с тем, что все их ругают за все, что они сделали. У них где-то 7 или 8 депутатов сейчас в парламенте, это практически ничего. Потом еще в парламенте есть партии из Шотландии, Ирландии и Уэльса, которые влияют исключительно на их законы, а не на законы всей Великобритании. Ну можно сказать, что бодаются между собой вот эти две силы основные. Да, в основном это консерваторы и либеристы. Поэтому с точки зрения рабочей борьбы и экономической борьбы, поскольку еще в газетах понятие коммунизм и социализм... Социализм меньше, но коммунизм особенно поливается довольно сильно. И поэтому для непонимающего населения часто несет достаточно негативный характер. С точки зрения либеристов, у которых связи с профсоюзами и вот есть сила в том, что их нас много и в том, что у нас депутаты в парламенте, рабочая борьба идет намного лучше через либеристскую партию, чем через партию социалистическую партию трудящихся или коммунистическую партию. Ну вот в вашей либеристской партии, что является основой ее идеологии, вот теоретической основой? На что вы опираетесь? Нам просто понять, это вы имеете отношение к марксизму, к ленинизму или может быть это ближе к троцкизму, вот что это? Честно говоря, философское основание, так скажем, партийной программы обсуждается редко, потому что в Англии вот так общественное мнение не любит перемен. Поэтому перемены мы стараемся делать на таком основании, что поскольку без революции все равно надо как-то иметь поддержку большинства населения, то программа состоит из, ну она основана в общем на социалистических принципах. Ну это скорее экономическая борьба, да? Это экономическая борьба, да. До коммунизма мы просто не успеваем доходить, хотя коммунистическая партия Великобритании в последних выборах просто не стала давать никаких кандидатов и сказала голосуйте за либористов, потому что у либористов есть нужная репутация. Но в хороших отношениях, да, с компартией? Да, в принципе, но это, опять же, для нас важно аккуратно к этому подходить на телевидении и в газетах. Политики и лидеры либористской партии, они так просто не скажут вам, что они коммунисты или социалисты, потому что у нас очень большую силу имеют газеты и телевидение. И то, что они скажут, если что-то они скажут не так, или из чего можно сделать взрыв новостной, это отведет внимание от настоящей борьбы. То есть, можно ли из этого заключить, что средства массовой информации в Великобритании достаточно свободны от, скажем, правительства, или кому они подчиняются? То есть, есть ли какой-то единый центр, который жестко цензурирует, или не жестко цензурирует, или они ободаются друг с другом? Вот какова ситуация со СМИ? Нельзя сказать, что там какой-то один согласованный договор, но есть несколько центров СМИ, так скажем. Есть BBC, которая государственная программа, и старается, в общем, быть ни с той стороны, ни с другой. Но у них проблема сейчас большая в том смысле, что по консерваторской программе, если они до нее дойдут, BBC, скорее всего, приватизирует. Поэтому для BBC говорить что-то слишком открыто против государства, очень опасное дело. То есть, они ближе к консерваторам, да? Ну, нельзя сказать, что они ближе, но они менее радикальные. То есть, они критикуют и левые, и правые позиции, то есть, и лебористов, и консерваторов. Но, так скажем, заходить в философские до коммунизма, такого у них просто не бывает. И иногда это просто из недопонимания, видимо, журналистов на BBC. И недостаточно философского мышления, может быть. Потом есть серия газет, которые... Я не могу вспомнить имя владельца их, но они... Ими владеет вот этот один человек, который получает колоссальное количество денег за эти газеты. А газеты имеют серьезное, да, значение в Великобритании? Читают много людей, да? Times и Daily Mail. Ну, вот из тех... Они более правосторонние газеты. То есть, лебористов они ругают. А вот лебористы, кстати, имеют влияние на какие-то серьезные СМИ такие большие? Имеют. Это третья группа газет. Главная газета, которую вот как бы поддерживает, так скажем, лебористов, это газета Daily Mirror, это дневное зеркало, ежедневное зеркало. И она открыто поддерживает и всегда поддерживала лебористов. Еще есть две достаточно большие газеты, Independent, независимый, и The Guardian. Не знаю, как перевести. Не, ну мы нам знакомы эти названия. Которые, в принципе, они ни так, ни того, ни сего не поддерживают, они просто все критикуют. То есть, такая позиция, что в Великобритании журнализм либо получается, что он поддерживает консерваторов, потому что там интересы финансовые тех, кто владеет этими газетами, либо они никого особенно не поддерживают и всех критикуют. Так получается, что лебористов поддерживают меньше, но существуют законы, которые помогают во время выборов. Законы такие, что, например, на BBC всем должно даваться, всем большим партиям должно даваться одинаковое количество времени. Поэтому, вот, например, в последних выборах лебористская партия намного больше популярности набрала, чем за последние два года. Потому что, вот, было равенство. А в остальное время у консерваторов есть деньги на то, чтобы идти на телевизор, есть деньги на то, чтобы печатать газеты, есть деньги на то, на все. А у лебористов нет таких денег, потому что лебористская партия состоит главным образом из членов профсоюзов и обычных людей. Ну, то есть я правильно понимаю, что крупные средства массовой информации относительно не привязаны к каким-то властным структурам, а бал там зачастую правят просто те, у кого больше денег. Если у консерваторов больше денег, они могут купить больше эфирного времени. А лебористы, несмотря на свою большую численность, у вас меньше олигархов, да, скажем так? И вот во время выборов, например, консерваторы что могут сделать? Они могут выпустить, например, намного красивее бумажки, листовки и так далее. А лебористы не могут, либо мы печатаем на дешевой бумаге одним цветом, и потом разносим, ходим и просто ходим по домам с людьми, разговариваем. Вот в этом есть сила, количество членов. Сейчас тоже используются больше социальные медиа, то есть соцсвязи. А массовые акции какие-то вы используете как инструмент политической работы? Ну, какие-то демонстрации? Используем. И сейчас, после того, как Корбин стал нашим лидером партии, он намного больше это используется. И сразу становится видно. Для него даже есть небольшая песенка, которую теперь поют на стадионах и концертах. Используется, но используется меньше, потому что это полезный метод собрания тех голосов, голосов тех людей, которые и так склонны голосовать за лебористов. А чтобы дойти до тех людей, чьи голоса нам нужны, чтобы иметь места в парламенте больше депутатов и продвигать свою программу, нужен немножко другой подход. И в таком случае с ними разговаривать лицо к лицу бывает зачастую намного эффективнее. Есть ли у вашей партии какие-то контакты с, может быть, близкими вам по духу партиями, организациями в других странах и, в частности, в России? Есть. С Россией я не знаю, честно говоря, есть ли официальные какие-то контакты. Но контактов много со странами, особенно в Европейском Союзе. Поскольку в Европейском Союзе депутаты в парламенте, они идут от партий не национальных, а по всей Европе. То есть контакты именно рабочих партий там достаточно сильные. То есть, например, вот я живу в Оксфорде, у нас депутат в парламент сейчас уже в Великобритании. Она до этого была депутатом в парламент европейский. И очень много нам рассказывает всегда о том, какие там идут действия работы. Особенно сейчас, когда обсуждается Brexit, как мы можем сохранить права рабочих, права, связанные с индустрией и такого рода права, для которых нужны договоры международные. Нельзя просто создавать законы в своих странах. И также права, связанные с налогами, как сделать так, чтобы компании не могли основываться в одной стране, где меньше платить налогов, а делать прибыль в других странах. То есть, такого рода работа идет и достаточно хорошо идет. А так вот, из вашего рассказа создается ощущение, что, в общем-то, так все неплохо в Великобритании с рабочим движением, с профсоюзами, и, наверное, положение рабочих не так плохо, как в России. В целом, вот как можно градус обозначить кипение, или до этого далеко, или, в общем-то, идет планомерная нормальная работа, и в целом положение рабочих неплохое в Великобритании? Я бы сказала, что в целом неплохое. В целом, безусловно, слушая какие, например, проценты статистика между низшими 10% населения и высшими, конечно, в Англии ситуация лучше. Нет такого разброса по заработной плате. Нет такого разброса в большинстве случаев. Ну, а если есть, во всяком случае, не так это все плохо в Англии. Но, тем не менее, от того, что главным образом все у людей хорошо, создается некая лень. Люди забывают, что за эти вещи нужно бороться. Люди забывают, что за эти вещи уже люди боролись. И люди перестают думать, что это надо. То есть, например, количество людей, которые составляли членами профсоюзов, очень сильно упало со времен Тэтчер. Потому что сейчас кажется, что никому не надо. Вот у нас все права, так скажем, есть. Но что из этого происходит? Например, вводятся законы о том, что разрешаются иметь контракты. Называется zero hours, нулевыми часами. То есть, работодателю ты можешь быть нужен, а может быть не нужен. Он тебе платит, как правило, минимальную зарплату, как по закону. Если, конечно, закон они соблюдают. И в какой-то неделе можешь заработать за всю неделю по часам зарплату, а за какую-то неделю вообще можешь не заработать. Можешь, придешь на работу утром, тебе скажут, а сегодня ты нам не нужен, до свидания. И ничего за это никто не получает, нет никаких прав, например, на отдых. Там, ну, в общем, права намного ухудшены. Часто такие контракты используются как раз на работах, где можно подумать, что нужен обычный контракт. Человек работает с 9 до 5, с понедельника по пятницу. Но контракт у них такой. Именно потому, что тогда работодатель не должен им давать, например, 2 месяца, если они хотят их уволить. Просто говорят, ну все, завтра ты нам уже не нужен. Навсегда. И тогда работодатель, ну, там разные другие права, которые этим исключаются. И существуют целые сектора работы, где у людей нет выбора. На таком они контракте будут работать или на другом. Просто приходится так идти. Ну и, конечно, как мы уже слышали, никакой борьбы в таких вот коллективах, а главным образом маленький, где такое происходит, быть не может. То есть права этих людей защищать некому, да? Права этих людей существуют только вот люди, которые интересуются политикой, у которых есть время интересоваться политикой. То есть, например, либористская партия, ну, как могут, но тоже профсоюзы. Но, опять же, если эти люди не состоят в профсоюзе, у них нет времени заниматься политикой, они подписывают договоры, и все. И дальше... И, конечно же, это те же самые люди, которые потом, говорят, смотрят, что кто-то другой получает пособие от государства, потому что у них нет работы. И говорят, почему это он должен получать, значит, не за что, зарплату, а я не буду получать зарплату. А консерваторы говорят, мы за честность, за то, чтобы вы получали столько за то, что вы заработали. И они голосуют за консерваторов. И получается такой круг, что самые бедные люди голосуют за консерваторов, потому что они не понимают эффективно, что консерваторы и их программа затрагивает как раз их, а не кого-то там еще. Ну, ясно. Спасибо за интересный рассказ. Будете еще в России. Будем рады видеть вас в студии с рассказом о том, что происходит сейчас в Великобритании. До свидания. Спасибо. Спасибо большое.